Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об окислительно-востоятельных реакциях и о том, как их уравнивать методом электронного баланса. Для того, чтобы уравнять любую окислительно-востоятельную реакцию, ее сначала нужно написать. В данном случае я предлагаю рассмотреть на примере взаимодействия соляной кислоты с пермагонатом калия. Во-первых, здесь написать продукцию нам поможет то, что, по идее, мы должны эту реакцию с вами помнить, ведь она используется как получение хлора в лаборатории. С другой стороны, также, даже если мы этого не помним, глядя на эти вещества, мы сразу должны понять, что здесь калий-марганец-О4 совершенно очевидно является окислителем. Здесь марганец находится в высокой степени окисления плюс 7, и для него, в принципе, характерно, выступать в качестве сильного окислителя в различных реакциях. А значит, восстановителем здесь должно быть аш-хлор. И восстанавливать в аш-хлоре, конечно же, может только хлор-минус. Только у него есть электроны, которые можно отдавать, водорода их нет. Соответственно, уже отсюда мы понимаем, что марганец должен степень окисления понизить, а хлор повысить. Если мы помним, что это получение хлора, то мы сразу помним, до какой степени окисления хлор ее повысит. Мы получим простое вещество хлор. Хлор-2 в степени окисления ноль. С перманганатом надо помнить правило, которое заключается в том, что изменение степени окисления перманганата в окислительно-стоятельных реакциях, т.е. марганца плюс 7 в окислительно-стоятельных реакциях, зависит от среды, в которой происходит реакция. Если реакция, как у нас с вами сейчас, протекает в кислой среде, мы получаем марганец степень окисления плюс 2. Если в нейтральном мы получим оксид марганца-4, марганец-2, и в щелочном мы получим манганат, а марганец-О4-2 минус, в нем марганец будет степень окисления плюс 6. Ну, еще раз напомню, у нас среда кислая, что очевидно, поскольку реакция идет с кислотой, поэтому мы должны получить какую-то соль марганца-2. И образовать с марганцем-2 соль, единственное, что здесь в принципе может, это только хлор. Соответственно, поэтому мы должны с вами получить марганец-хлор-2. Ну, на этом, собственно, дело не заканчивается, потому что куда-то еще должен деться калий. И калий, очевидно, тоже образует соль. Нам придется перенести, потому что реакция длинная, и мне никак не поместиться. Вообще, конечно, переносить лучше прям целиком на стрелке, но боюсь, что здесь бы нас-то не спасло. А я хочу, чтобы вы все видели очень крупно. Мне же надо ставить степень окисления. Здесь, кстати, у марганца, как я уже говорил, плюс-2. Соответственно, мы должны получить соль калия, очевидно, это будет калий-хлор. Получить калий-H мы никак не можем, потому что у нас реакция идет в присутствии соляной кислоты, когда в левой части есть кислота, в правой части ничего проявляющего основное существо мы не получим. Оно все с этой кислотой обязательно провзаимодействует. Ну и, конечно же, куда-то должен деться водород с кислородом. Ну и мы все хорошо знаем, куда они деваются. Они все переходят в воду H2O. Соединения, которые достаточно часто образуются в таких реакциях. Продукты мы написали, но это еще полдела. Чтобы нам засчитали, что мы написали в равнении реакции, мы должны расставить коэффициенты. И сделать это вручную довольно-таки сложно, поскольку здесь, в данном случае, они довольно большие. В принципе, проблема еще и сложенится тем, что в правой части хлор содержится сразу в трех соединениях. И уравнивать из-за этого становится довольно сложно. Вот почему здесь проще прибегнуть к методу электронного баланса. В чем заключается метод электронного баланса? Напомню, что он заключается в том, что вместо того, чтобы подбирать коэффициенты и пытаться уравнять все элементы, которые здесь есть, мы начинаем с того, что уравниваем электроны, которые восстановитель передал окислителю. То есть хлорминус отдал электроны и превратился в хлор-2. Но чтобы превратиться в хлор-2, совершенно очевидно, у нас должно быть два хлорминуса, потому что из одного хлорминуса нам хлор-2 не получить. Следовательно, два хлорминуса должны были отдать два электрона, и тогда мы получим простое вещество хлор. И тогда, и только тогда. То же самое происходит и с марганцем. Изначально у нас был марганец в степени окисления, как мы можем видеть, плюс 7, а превратился он в результате реакции, как можем видеть, в марганец в степени окисления уже плюс 2. Разница, очевидно, в 5 электронов. Следовательно, здесь марганец должен был принять 5 электронов. Очень важно не путать заряды электронов и помнить, что здесь окисление, а что восстановление. Хлор здесь в данном случае минус у нас восстановитель, и он окисляется. Это процесс окисления. А напротив марганца окислителя, это у нас процесс восстановления. В процессе восстановления элемент электрона принимает. Электрон заряженный отрицательно. Если заряд понижается, он должен был принять электрон. Важно это не путать. Нам очень непривычно, что электронов заряд минус, и считается все в обратную сторону. Помимо этого, дальше нам, собственно, надо сделать баланс. Мы видим, что у нас восстановитель удал 2 электрона, а окислитель принял 5. Трех не хватает. Для этого мы находим наименьшее общее кратное. Значит, мы просто выписываем, проводим, отчеркиваем так черту, выписываем то число электронов, которое было отдано и принято соответственно, находим наименьшее общее кратное, и смотрим. Наименьшее общее кратное, естественно, 10, число самое маленькое, которое делится на 2 и на 5. А дальше смотрим. Чтобы получить 10, нам надо 2 домножить на 5, а 5 домножить на 2. Вот мы с вами получили коэффициент. Казалось бы, дело сделано, осталось лишь расставить их перед окислителем и восстановителем, и все будет хорошо. Но в данном случае есть еще один важный момент, на который я вас прошу обращать всегда внимание перед тем, как ставить коэффициенты. Не только на то, что здесь у нас 2 хлора минус, поэтому 2 на 5 будет 10, но еще и на то, что, обратите внимание, у нас в ходе этой реакции далеко не все атомы хлора поменяли свою степень окисления. Да, конечно, из хлора минусом получили хлор 0, но при этом у нашей еще образовался марганец хлор 2, а в нем у хлора остался минус, и калий хлор, где у хлора тоже, остался минус. То есть здесь H-хлор выполняет одновременно сразу две функции. Это и, с одной стороны, восстановитель, и в то же время это кислота, которая расходуется на солеобразование, для того, чтобы получить соли марганца и калия. Поэтому коэффициент перед H-хлор будет не 10, тем более, конечно, не 5. А какой, давайте считать. Точно можем смело поставить коэффициенты перед марганцем, потому что марганец у нас только в перманганате и в хлориде марганца. Точно можем поставить пятерку перед хлор 2. А дальше все коэффициенты нам придется ставить уже вручную. Но и это хорошее начало. Согласитесь, сами бы мы не скоро додумались уравнивать вручную поставить перед хлором пятерку. Ну а дальше смотрим. Калия у нас здесь 2, следовательно, мы должны получить 2 калий-хлор. И теперь мы с вами видим, что справа хлора всего 2 в калий-хлор, 4 в марганец-хлор 2, и, наконец, 10 в простом веществе хлори. 10 плюс 4 плюс 2 — это 16. Да, тут прям так даже сходу такой большой коэффициент и не впишешь. Поэтому, когда вы пишете активно-востоятельные реакции, обычно оставляйте перед каждым формулой место. Вдруг вам придется вписывать двухзначные коэффициенты, неоднозначные. Тогда придется как-то очень туда потеснившись влезть. Ну и теперь мы видим, что водородов у нас в 16, значит, воды, в свою очередь, должно быть 8. Здесь тоже мне не поместится, придется подвинуть чуть-чуть знак. Так, плюс 8 воды. Можем проверить в конце по кислороду, в пермаганате 8, в воде 8. В данном случае, конечно, можно было сразу уравнить по кислороду, как только мы поставили 2 перед калием А-генусу 4. Но вообще, как правило, в действительно-востоятельных реакциях кислород встречается в большом количестве веществ, иногда даже во всех. Поэтому я рекомендую вам действовать четким алгоритмом и всегда уравнивать в таком порядке. Сначала уравнивать металлы, затем неметаллы, потом водород и кислород, чтобы в конце уравнивался сам с собой. Как правило, такой путь оказывается самым простым. Ну, собственно, на этом и все. Как видите, метод электронного баланса достаточно простой, не требует от вас каких-то больших усилий или каких-то особых специфических знаний, и в то же время позволяет получить достаточно большие коэффициенты, сложные, которые вручную мы бы подбирали очень долго. Так или иначе, спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.